Смотрите специальный репортаж Анны Лазаревой. Алиса Крючкова учится в образовательном центре Содружества. Самая большая школа России открылась в прошлом году в Воронеже. Сейчас здесь две с половиной тысячи учащихся. Классов в параллелях больше десятка, и у них непривычные названия. Например, Алиса ходит в 10-й Л. Мне очень сильно нравится эта школа. Во-первых, она невероятно красивая. Тут очень красивый интерьер, обустройство, само здание очень большое. И здесь очень приятно находиться. Прямо цвета такие подобранные, светлые, приятные, разноцветные. Алиса любит английский и мечтает стать юристом. Рассказывает, учиться интересно. В школе есть художественные мастерские, хореографическая студия, целый научный блок с лабораториями и даже свой планетарий. Кстати, перемены тут необычные. Наш актив школы организовывает раз в неделю музыкальные перемены. Мы подбираем музыку, и ребята на переменах на двух больших могут провести время в Атриуме в нашем самом большом зрительном зале, центральная такая точка. Могут потанцевать, попеть, попрыгать. Вообще здорово. Школа стала точкой притяжения и для родителей учеников, рассказывает директор образовательного центра Ольга Струкова. Это различные мероприятия. Мама, папа, я, дружная семья. К нам родители приходят делиться своим опытом именно профессии. Это для нас важно, потому что мы ориентируем не просто получение хорошего, качественного образования, но применение этих знаний именно в практике. Поэтому наша такая совместная работа, она очень активна. Образовательный центр Содружества в Воронеже открыли в 23-м. Самая большая школа в России построена на одном из участков, который Институт развития в жилищной сфере, Дом РФ, готовит к застройке и передает регионам под социальные проекты. С 2010-го прав Комиссия по развитию жилищного строительства передала регионам в управление и распоряжение в общей сложности 527 гектаров. На них, помимо школ и детских садов, появились еще и парки, скверы, бульвары. В Иркутске Ледовый дворец Байкал, в Татарстане Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Открытие последнего состоялось в 21-м году. На площади 17 тысяч квадратных метров новейшее оборудование. Здесь проводят своевременную диагностику, высокотехнологичное лечение, раннюю реабилитацию. Центр может одновременно принять 100 маленьких пациентов. В 2019-м году мы к Дому РФ обратились, и было выделено земельное участие, три гектара для детской онкологии. И благодаря вот этой земле, земли-то они везде есть, но она географически была очень нужна и располагалась там, где она должна быть. И вот она позволила нам решить очень большую такую социальную задачу. За 15 лет с 2008-го Институт развития безвозмездно передал в собственность регионам сотни гектаров земли. На месте пустырей строится 151 детсад, 101 школа, 20 спортивных объектов, 10 больниц и поликлиник. Неиспользуемые земли либо передаются в управление, либо безвозмездно в собственность. Главное условие – строительство социальных объектов. Любая территория под собой предусматривает необходимость создания проекта планировки территорий, в рамках которого обязательно нужно создавать объекты социальной инфраструктуры. Школы, садики, поликлиники и другие необходимые объекты, которые полезны и необходимы для любой семьи. Нами разработан стандарт комплексного развития территории, который активно показывает, как правильно размещать эти объекты внутри микрорайона. Наша задача не только предусмотреть земельные участки под социальные объекты, но еще и синхронизировать строительство жилья с этими объектами. Такая социальная направленность работы – часть политики Дом.РФ в области устойчивого развития. Объем инвестиций в социальные кредиты только на 1 июля 2023-го уже около 238 миллиардов рублей. И это без учета кредитов по льготным ипотечным программам. За счет такого финансирования строится социальная инфраструктура. И тут в помощь еще один важный механизм – инфраструктурные облигации. Для Дом.РФ эта повестка очень важна, потому что она в первую очередь говорит о качестве жизни. Качественный двор, качественный микрорайон. Все наши проекты, которыми занимается Дом.РФ, независимо от направления проектного финансирования либо предоставления земельных участков для комплексного развития территорий – все это связано так или иначе с ЕСЖ-повесткой, потому что направление деятельности, которое нацелено на улучшение качества жизни граждан, оно и является основным нашим направлением. Еще одно направление – финансовая грамотность. В консультационном центре Дом.РФ любой может получить подробные ответы о мерах поддержки в жилищной сфере. В первую очередь мы занимаемся поддержкой наших граждан в сфере государственных программ, начиная от региональных программ и переходя уже на федеральные и государственные программы. Когда к нам обращаются, мы не просто говорим, отвечаем на вопросы клиентов, но и предлагаем все варианты, которые могут гражданину в той или иной ситуации. В центр можно позвонить или написать в любое время 24 на 7. За день здесь обрабатывают до полутора тысяч обращений. Мы уже больше 25 миллионов консультаций оказали гражданам. И, соответственно, основные вопросы, которые к нам поступают, это как раз-таки какие меры есть, как ими воспользоваться, где их найти, куда за ними обратиться. И что еще можно сделать, чтобы купить жилье дешевле, чтобы снизить нагрузку по уже имеющимся кредитам. Вот эти все обращения поступают нам на горячую линию. Наши эксперты их обрабатывают и помогают людям, семьям, соответственно, найти решение в их жизненной ситуации. А вместе с Народным фронтом Дом РФ реализует еще одну инициативу. Это работа с обращениями, которые поступили на прямую линию с президентом. Мы обработали порядка трех тысяч обращений, которые были связаны с жилищной сферой. Более тысячи жизненных ситуаций были разрешены в моменте. И основная часть обращений была передана в те ведомства, которые занимаются решением этого вопроса. Обратная связь от людей помогает Дом РФ в социально значимой работе по развитию жилищной сферы. Уже сейчас в стране действуют самые разные механизмы улучшения жилищных условий. От льготных госпрограмм и строительных кооперативов до доступной аренды и выплат многодетным семьям. В первом квартале госкомпания представит новые предложения по адресной поддержке российских семей. Если вы успешный предприниматель и хотите, чтобы о вашем бизнесе узнала вся страна,